Сегодня день рождения отмечает Чебоксарский автобус. Ровно 75 лет назад в этот день в столице Чувашии открылись два маршрута общественного транспорта. Представьте себе, в 20-30-х годах прошлого века люди в городе довольно легко обходились без автобусов и троллейбусов, про которые вообще ничего в те годы не слышали. Все Чебоксары умещались на дне залива. Лишь в начале 30-х появились несколько зданий на перекрестке улиц Карла Маркса и композиторов Форобьевых, бывшей Володарского. До железнодорожного вокзала добирались на попутных машинах, нередко на телегах. Однако город рос и развивался довольно быстро. По сравнению с 20-м годом население увеличилось в пять с лишним раз. Жилые микрорайоны, подумать только в те годы, они, наверное, были спальными. Начали появляться вдоль улиц Карла Маркса и Калинина на Кировском и Чапаевском поселках. Тогда-то и решено было пустить по городу автобус сразу по двум маршрутам. Сегодня по Чебоксарам размеренно ходят троллейбусы, снуют такси и маршрутки, попадаются и автобусы. Но не очень часто, особенно в дневные часы. Действительно, с учетом рыночных отношений, которые развиваются из года в год, у нас появились альтернативные перевозчики, что сказывается на экономическом положении. И мы вынуждены сокращать наши рейсы по той простой причине, чтобы не терпеть колоссальные финансовые убытки. Совсем пустые автобусы гонять от конечного пункта до другого экономически нецелесообразно. Поэтому существует, как бы сказать, программа развития транспортной сети. Она выполняется, но еще и в дальнейшем будет корректироваться. Но с другой стороны, хочу сказать и заверить, так сказать, льготников наших, что их интересы ущемлены не будут. Вполне вероятно, в недалеком будущем наземный транспорт вообще исчезнет, уступив место аэротакси или каким-то иным средствам передвижения. Все может быть. Но возможным это станет благодаря первому автобусу, который связал пространство и время.